Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Завод «Канди» приостановил работу в Кирове. Об остановке производственной линии сообщил коммерсант со ссылкой на информацию от кировского чиновника. Причиной называют отсутствие спроса, затоваривание рынка, рост конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок и повышение курса валют. Отмечается, что только из-за валютных скачков компания потеряла 15% прибыли. Известно, что с подобными проблемами столкнулись и другие предприятия в стране. Например, турецкому заводу бытовой техники, который расположен в Липецке, для загрузки производственных мощностей пришлось снизить стоимость конечной продукции на 16%. В Министерстве промышленности Кировской области утверждают, что завод «Веста», принадлежащий итальянской компании «Канди», работает в штатном режиме, добавляет коммерсант. Экономика. В Кировской области построят 7 заправок для электромобилей. Средства на это выделит федеральный бюджет. Они поступят в регион в 2024 году. Три заправки появятся на территории Кирова, остальные в районах области. На сегодняшний день в Кирове уже есть несколько электрозаправок. По данным областной ГИБДД, в регионе насчитывается 449 электромобилей и 346 машин с гибридной силовой установкой. Напомню, что в областное ЗАГС собрание внесен законопроект об отмене транспортного налога для электрокаров. Авторы инициативы рассчитывают, что это будет способствовать развитию электротранспорта в регионе. В эфире «Экономика». 42% кировчан не поддерживают идею с переносом новогодних выходных на майские. Отношения жителей региона к инициативе, внесенной в Госдуму, узнавали специалисты сервиса «Суперджоб». Отрицающих инициативу оказалось больше, но ненамного. 42% высказались против, а 38% за. Чаще в поддержку высказывались люди более старшего возраста. Цитирую. Весной у многих большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники. Конец цитаты. Что касается уровня дохода, то чаще остальных идею о длинных майских поддерживают респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. И в завершении выпуска о курсах валют доллар сегодня 81 рубль 65 копеек, евро 89,37. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.